Пятнадцатый день идет циничная и уничтожительная война против человечества. Два дня ада Армагеддона, который нам устроили русско-фашистские войска. Они цинично стреляют из запрещенного оружия градами, гаубицами, пожилым массивом. Сегодня они цинично расстреляли ДСНС. Каждые тридцать минут в город Мариуполь заходила авиация. Работала пожилым массивом, убивая мирное население, стариков, женщин, детей. В этом сегодня величие русской армии. Это цинизм. Это геноцид, который устроила русская армия во главе с их террористом Путиным против мирного Мариуполя. Они цинично держат в плену 400 тысяч мариупольцев, которые с надеждой каждый день ждут гуманитарный коридор. А они цинично говорят о том, что он есть. Выезжайте. И мы бьемся, пробиваемся и натыкаемся на мины, на танки, попадаем под грады. Но так гуманитарный груз уже шестой день не может попасть в режиме объявленной Российской Федерации тишины. Да, оккупированного города Мариуполя. Это самый высокий уровень цинизма со стороны Российской Федерации. Они ведут уничтожительную войну. Но сегодня на всех уровнях идет борьба. Борьба за жизнь нашего города. Борьба за каждую жизнь мариупольца. Начиная от президента Украины Владимира Зеленского. При поддержке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Ирины Верещук. Павла Кириленко. Ведется работа над тем, чтобы этот коридор был. Чтобы тот груз, который должен дойти до Мариуполя, дошел. И я уверен, он дойдет. Мы сильные, потому что мы украинцы. Мы любим нашу землю. Мы любим нашу страну. Слава Украине! Меня зовут Слава Украчук. Я музыкант из группы Океан Эльзы. Это Украина, Запорожье. И сейчас мы находимся в палате реанимации, где наши врачи доблестно борются в буквальном смысле за жизнь деток, которые были ранены русскими ракетами, русскими осколками, русской армии. Просто за то, что они живут в независимой стране. У некоторых из них нет рук, ног. У некоторых потеряли всех родителей. Прямо сейчас им пытаются спасти жизнь. Я хочу, чтобы вы увидели это и остановили свою безумную власть. Вы можете сделать это. Не бойтесь, прекратите бояться. Выйдите на площади, посмотрите, что они делают с нашими детьми. Прямо сейчас. Я думаю, что я не буду больше ничего говорить. Тому, кто хочет понять и почувствовать все ясно и как. Остановите войну. Мариуполь, последствия авиаудара. И таких мест в городе десятки. Нам надо ПВО, блин. Нам надо серьезное ПВО. Это мой двор. Сюда прилетела ракета. Авиаудар. Начался пожар. Там спрятаны остатки тела. Там горит моя квартира. А вот остатки от града. Там горит моя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ребята, 16 марта, плавбассейн Тун, сегодня вот прилетела бомба, посмотрите что случилось, авиаудар, я был ответственный, кормили по пять человек в день, зовут меня Максим Ткач, прилетела авиабомба, я вот вам показываю, что произошло, привалило девушку беременную, внутри все разрушено, здесь находились только беременные девушки и девушки с детьми до трех лет, военных не было, смотрите что случилось с Нептуном, внутри все, девушку беременную привалило, но сейчас пытаются ее откопать, вот такие вот дела, будет еще связь, выйду еще, покажу много чего интересного, но продолжаем, много отсюда выбежало, ой не надо менять для интернета, ну сколько людей было в убежище, ну около 800 мы готовили кушать и где-то если сотня разбежалась и все, остальные все под завалами, да скорее всего под завалами, потому что был под сценой подвал, там очень много людей было, погафнуло именно сцену. Мариуполь, центр города, драматический театр, русский мир, во всем своем обличии, место сбора местных жителей для эвакуации и выезда. В театре сидит как минимум полторы тысячи человек, в подвале, в зале, на сцене, в зале висит громадная люстра, когда бомбят и стреляют, она шатается. Дети по подвалам, на комбинатах, нас застали, на вещах, хорошее бомбоубежище, там люди сидят, но там их просто утюжат, там города уже практически нет, его убили. Правило двух стен работает. Мы спали в коридоре, и это работает. Испугалась? Испугалась. А что почула? Взрыв. И все. Проснулись, побежали в ванну и вышли на улицу. Продолжение следует. Продолжение следует. Это военный объект. Да тут дети пострадали, старики пострадали. Добавь. Ну что добавлять, блядь, ничего. Это жилой дом. И машина вот уже. Все, блядь, пиздец. Охренеть. Вот, посмотри, ебать. Иди под этим. Вот, очень красиво. Ебать, смотри, у нас балкон вылезет. Охренеть. Владислав, у нас дом разбомбили, я не могу сейчас говорить. Давайте послушать. А вон там, блядь, наша квартирочка. Ебать. Вот, смотри. Все стекла повылетали. Все нахрен. Вон там. Вон там. Вон там. Вон там.